гамма джеба евре баде что побудило меня снять этот выпуск знаете периодически бывает такая ситуация когда звонит человек или пишет вот вот хочу приехать в грузию подскажи посоветуй а ты знаешь этого человека это такая зануда душно вечно все плохо все не так все виноваты все враги все плохо и такое ты не знаешь что ответить как ответить тут в пору кричать нет нет не надо не приезжай и как корректно ответить просто не понимаешь вот поэтому я решил записать этот выпуск о том кому и почему не стоит приезжать в батуми поехали никого не хочу обидеть но вот реально людям с негативным мышлением не способным любить жизнь кому мерещится за каждым углом враги и все вокруг плохо лучше сюда не приезжать не рады здесь и тем кто любит поспорить о политике фанатеет от базарных шоу соловьева и прочей нечисти не надо сюда людям с одной извилина и той как знаку гарри поттера на лбу вам здесь не надо поверьте ваши доводы и мировоззрения никому не нужны и не интересны не тратьте свои и чужие нервы просто не приезжайте это сто процентов даже не обсуждаемо дальше если вы привыкли к своему комфорту и не готовы адаптироваться меняться самим и что-то менять своей жизни тоже не надо сюда здесь все иначе и вам будет мягко скажем не комфортно что вообще необходимо понимать желающим приехать батуми ребята это субтропики здесь большая сырость повышенной влажности в квартире на простых сушилках как обычно белье не высыхает вот представьте вы приехали с ребенком белье может сохнуть или не сохнуть по два три дня да вы тут взвоите но таковые особенности климата от того мы видим бельевые транспаранты во дворах сохнет только на ветру в ясный день а в батуми дожди часто и сейчас уже не лето стартует холод дождь печалька пойти в такую погоду особо некуда ребенок дома переворачивать всю хату вверх дном и вы все включая ребенка одновременно трогаетесь мозгом картина маслом оно вам надо к тому же цены в этом году очень взлетели все очень подорожало особенно жилье много приехавших и приехавших не в отпуск бежит рф бежит беларусь феврале побежала украина родился спрос превышающий предложение всех надо расселить все нуждаются в жилье сдаваться стали даже такие халупы которые раньше никогда не сдавались и бесплатно никому не нужны были хорошие варианты расхватали сразу же и давно а хорошего поверьте изначально было мало и хорошая всегда стоило хорошо а теперь так и подавно это заоблачные цены все остальное что взяли новоприехавшие это уже из того что было и это лотерея кому как повезло и как лотереи повезло единицам больше чем уверен многие еще даже не представляют что им предстоит не понимают и не знают с чем столкнулись им еще не известно что такое центральное отопление по грузински и чем от него отличается карма и так далее другие тонкости и особенности с которыми придется познакомиться уже совсем скоро возможно я сниму про это ролик жара уходит лето закончилось пришла календарная осень отдыхающих в городе заметно поубавилась все таки сентябрь и многие туристы разъехались что первого числа отвезти детей в школу полагая что детям это важнее чем здоровье ну у каждого брама своя программа у всех своих заморочки 3 сентября похоронили первого и последнего президента ссср михаила горбачева а интернет-сообщество бурно отметила шуфутина в день по древней народной традиции переворачивая календарь сжигая костры рябин и задалбывая всех вопросом ну почему но почему а вот 4 сентября в батуми полил дождь такой долгожданный что на четыре дня батуми ушел в мрачную осень с ливнями и похолоданием после четырех холодных дождливых дней вышло солнышко сегодня 23 градуса хорошо припекает но ветерок прохладненький и люди несмотря ни на что на пляже есть купается не так много и на лежаках и под зонтиками люди есть конечно не пропадать живопуск грузины кстати молодцы дали детям погулять здесь школа начинается 15 сентября что-то я отклонился от темы ну как отклонился подписывайтесь на мой инстаграм там бывают интересные stories и всякая дополнительная информация место установилась хорошая погода сегодня обалденный день и так продолжим до лето закончилось а влажность остается и скоро станет ее в два раза больше если летом кайфушка все окна двери на распашку все открыто то скоро станет очень зябко и окна двери начнут закрываться разумеется а как иначе холод ведь следовательно такого проветривания как летом уже не будет и вот тут для новеньких придет опыт прозрение и к сожалению разочарование а придет это все вместе с плесенью и черным грибком но не ко всем в любой лотерее есть везунчики кому-то повезет ну ладно собственно вот и все что я хотел наговорить думаю на сегодня страшилок хватит оставайтесь на плаву подписывайтесь на мой канал доверяйте собственному чутью и своей врожденной интуиции а если вы собрались побывать какой-либо местности читайте узнавайте о том куда едете чтоб понимать что вас ждет а приехав относитесь с уважением к местному укладу языку культуре и традициям дополните в комментариях под этим видео что я забыл упомянуть поправьте если я в чем-то не прав и пожалуйста поделитесь этим видео со своими друзьями знакомыми кто собирается в батуми кто собирается приехать переехать на этом пожалуй все одиос мегабрэби далее и Субтитры сделал DimaTorzok